Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Сегодня я продолжаю свои упражнения по скетчингу. Смысл в том, чтобы не больше, чем за 30 минут закончить вот такого небольшого размера работу. В ней будут детали, но это минимальное количество деталей. Из-за скорости, естественно, многое не продумано. Хотя вот именно с этой работой мне будет легче, потому что я ее не выдумываю из головы, так как прежнюю работу. У меня есть фотография. Через несколько секунд я ее выведу на экране. Вот она сейчас появилась. Это улица в Лас-Вегасе. По-моему, она так и называется. Лас-Вегас-бульвар. И фотография была сделана через стекло, поэтому здесь есть разные эффекты. Но я не к тому, что я специально, как фотограф, там делала через какое-то стекло. Просто это был мост, чтобы перейти эту дорогу. И этот мост закрыт высоким стеклом, чтобы никто не выпал или не выпрыгнул. Кто его там знает. По моему рисунку понятно, что это было сделано очень быстро. Ничего здесь аккуратно не вырисовано. Может, даже пропорции не выдержаны. Может, даже перспектива выглядит по-другому. Но все это мне было не важно. Важно мне было только одно. Начать что-то делать. Начать это как-нибудь. Нарисовать как-нибудь. И теперь акварелью сделать тоже как-нибудь. Наверное, все это плохо и безлаберно звучит. Я понимаю, что, может быть, кому-то такой подход даже и не понравится. Ну, здесь так. Положить на чашу весов аккуратный рисунок. Исправлять, вытирать. Потратить минимум полчаса на построение. А потом еще где-то полтора часа на акварель. И довести это до какого-то такого состояния, которое нравится людям. Что все это похоже, все это правильно. А на другую чашу весов идет всего лишь время 30 минут, за которое надо успеть сделать все. А также на эту чашу идет цель. Спокойное и расслабленное время. Включая спокойный и расслабленный рисунок. Никакого стресса. Но все равно есть практика. И вот вы для себя выбирайте, какая чаша весов сегодня для вас подходит. Если у вас много времени во время недели, после трудового дня, потратить на рисунок и акварель. Либо у вас этого времени нет вообще, но вы все-таки находите возможность порисовать хотя бы 30 минут. Совершенно нет необходимости критиковать один стиль или другой стиль. Это зависит и от характера, и от времени. Есть люди, которые могут все так планировать и постепенно это делать. Например, сегодня потратить 30 минут на рисунок. Завтра потратить 30 минут на его уточнение. Послезавтра потратить 30 минут на первый слой акварели. И вот так постепенно за месяц они и закончат свою акварельную работу. Есть люди и такие, но есть люди такие, как я. Я люблю все сразу и быстро. Поэтому я хочу за полчаса окончить эту работу. Первый слой окончен. Теперь вопрос, как сделать светофор. Вот с этой стороны, вот этот светофор, он был сделан красное на светлом влажном. И со второй стороны это красное было нанесено на второй слой, на темную влажную краску. И тогда этот красный ореол, он меньше расходится. И вот сейчас то время, когда надо решить, как делать светофор по темному или по светлому. И мне как-то больше нравится все-таки, когда красный вписывается вторым слоем в темное. И вот именно так я буду делать сегодня. Освещение у меня идет справа. Во время любой акварельной работы я себе несколько раз напоминаю, откуда идет освещение. Потому что так легко увлечься всем этим процессом нанесения акварели. И просто забыть, откуда падает освещение. Тем более, что это не реализм. Но все равно желательно, чтобы было понятно именно, где у нас более светлая сторона, где более темная. И вот сейчас я начинаю наносить тень. Там будет, может быть, еще больше каких-то темных пятен позже. Но пока это основная тень. Как правило, второй слой в акварели. Это идут большие теневые массивы. Обычно в импрессионистских стилях тени делают фиолетовой краской, либо какая-то смесь с фиолетовой краской. У меня сейчас фиолетовый нечистый. Если вы видели, моя палитра, она грязная. Там есть серый, красный. Вот я туда ввела этот фиолетовый, добавила немножко ультрамарина, чтобы этот фиолетовый не был таким цветочным, ярким цветом. И вот теперь я наношу тени, которые я легко вижу на фотографии. Вот эти большие массивы. Здесь, конечно, надо задать себе вопрос, хочу ли я вот эту большую тень, которая падает на дорогу и затеняет все эти машины. Может быть, я этого и не хочу. Может быть, я притворюсь, как будто этой тени там нет. Как будто бы там нет этого здания, которое мы, кстати, даже и не видим. Мне кто-то написал комментарий по поводу моей вчерашней работы. Вот с этими машинками внизу. О том, что здесь как-то непонятно. То есть, вроде бы как, я хочу сказать, что дорога мокрая. И от машин есть отражение. Но почему этого отражения нет от людей, которые идут? Или там отражение от столба? Потом я показываю тени от людей, но потом почему я не показываю тени от машинок? Ну, во-первых, я это объяснял о прошлом видео, что я сознательно решила не делать тени от машин, потому что мне нравятся вот эти черные полосы с красными потеками, с желтыми потеками. И я не хотела портить этот вид. Мне, в принципе, всё равно, есть там эта тень или нет. Для меня было дело не в этом, в этой работе, не в правильности, там, в логике и тому подобное. Ну, и я подумала, что, может быть, мне ещё надо объяснить по поводу вот этого отражения. Я, кстати, совершенно согласна с этим комментарием. Если вы хотите, то откройте моё предыдущее видео, и там вы найдёте комментарий, о котором я сейчас говорю. И вы увидите, что логически там всё правильно написано. Я абсолютно согласна со всем, что там написано. Но я, конечно, всё равно хочу немножко объяснить, потому что я вот о чём ещё подумала. Вы знаете, я в Америке живу уже очень много лет, с 96-го года. И, конечно, ко многим вещам я привыкла уже так, как это здесь. Вот, например, дороги. Вот, если вы посмотрите сейчас на фотографию вот этого Лас-Вегаса, и посмотрите внимательно на дорогу, есть небольшое ощущение, что эта дорога мокрая. А может, даже и не то, что небольшое. Если вы посмотрите, есть отражение. Вот, например, с правой стороны светлая полоса от здания отражается, идёт прямо к нам. Если вы посмотрите с левой стороны, вот есть такая светлая часть дороги, тоже идёт к нам, то есть тоже идёт какое-то отражение. Эта картинка достаточно тёмная. Если я её увеличу и сделаю светлее, вы увидите отражение от каждой машины. Здесь дороги так сделаны. Они сделаны из такого материала, что вечером, утром и ночью дорога ведёт себя как рефлектор. В ней отражаются фары, в ней отражаются здания, в ней может отражаться луна, небо, тучи. Ну, это сделано, конечно, для того, чтобы увеличивать освещение на дороге. Что ваши фары усиливаются от того, что они отбиваются от этой дороги. Моя мама даже когда только сюда приехала, вот первый раз, и мы ехали по ночной дороге, и она сказала такое чувство, что мы едем по взлётной полосе. Настолько всё было яркое и отражалось. Хотя мы ехали по совершенно тёмной дороге, ещё и не было осветительных фонарей. То есть фары моей машины уже всё освещали так, что казалось, что это всё горит, как взлётная полоса. И поэтому, когда американские художники рисуют вечернюю улицу, либо утреннюю улицу, либо ночную улицу, и там есть дорога, именно дорога, не пешеходная часть, а вот проезжая часть, то они показывают отражение. И, наверное, человеку, который живёт в какой-то другой стране, где дороги так не устроены, это непонятно. Непонятно, почему здесь отражение, типа как дорога мокрая, а вот от людей отражения нет. Потому что асфальт сделан по-другому на пешеходной части. Он не отражает освещение так, как отражает дорога. Поэтому я даже об этом и не задумывалась. Это такой сейчас естественный способ изображать дорогу, рисовать отражение, даже если это сухая погода. Потому что мы это здесь видим, мы видим это отражение. Да, я не буду спорить, что у меня там тёмный, сильно тёмный, что это моё отражение, оно уж чересчур яркое. Я об этом ни о чём не спорю. Дело не в этом. Потому что ту работу я делала так же, как и эту работу сейчас. Я просто хочу порисовать. Выйдет хорошо, не выйдет, тоже хорошо. Мне главное, что я всё-таки нашла вот эти 30 минут, чтобы попрактиковаться опять акварелью. Хотя бы подержать кисточку в руках. И если я не буду делать эти наброски, либо буду относиться к ним как-то по-другому, как-то слишком серьёзно, то я буду рисовать только по выходным. Не знаю, есть у вас такое или нет, когда вы не рисуете несколько дней, а ещё хуже неделю, а потом берётесь за карандаш или за кисточку, и такое чувство, что вы это делаете первый раз. У меня есть. Я рисую акварелью так много лет, что я не могу даже и посчитать. С 12 лет. А сейчас мне 54. Можно посчитать, да, не так уж тяжело, но не буду я считать. Не хочется знать эту цифру. И вот до сих пор у меня вот такое ощущение, если я по какой-то причине куда-то уезжаю, у меня нет возможности рисовать, вот проходит неделя, а потом я берусь за краски или за карандаш, чтобы что-то нарисовать, и честно говорю, вот как первый раз. Другое дело, что рука быстро набивается опять по сравнению с человеком, который вправду рисует первый раз. То есть всё это восстанавливается достаточно быстро. Я так долго говорю, чтобы высказать такую простую мысль. Для меня, для человека моего характера рисовать надо каждый день. Либо рисовать карандашом, либо акварелью, но это надо делать каждый день. Если я буду заниматься акварелью один раз в неделю, вот как время позволяет, чтобы потратить часа 3, 4, 5, то это будет только по выходным, и, скорее всего, по воскресеньям, потому что в субботу я отсыпаюсь. Прежде всего, я не могу этого делать, рисовать только по воскресеньям, потому что у меня нужда рисовать каждый день. А второе, если я буду рисовать один раз в неделю, даже если я буду тратить много времени, постепенно начнётся стагнация. И навыки будут ухудшаться. Но главное, конечно, не в этом. Не в том, что навыки будут ухудшаться. А в том, как я уже сказала, что у меня просто нужда рисовать каждый день. Мне хочется рисовать каждый день. Вот так же, как хочется кушать каждый день. И вот я себе определила это время, 30 минут в день. Это, в принципе, одно и то же время каждый день, когда я что-то маленькое рисую. В маленьких альбомах. Маленькое это 7 на 10 сантиметров, где-то так. Я думаю, вот этот формат примерно такой тоже. Как-то давно кто-то мне задал вопрос в комментарии. Я уже не помню, как я на него ответила. Но вопрос был такой. Как мне удаётся заполнять мои скетчбуки так быстро, причём от первой страницы до последней? Это очень просто. Вы покупаете скетчбук. Вот примерно размером, как я уже сказала, 7 на 10 сантиметров или что-то вроде того. И каждый день заполняете одну страницу. На это у вас уйдёт 30 минут. Иногда можно сделать и за 15. Если делать меньше деталей, вот как сейчас этой маленькой кисточкой там я что-то вырисовываю, если этого ничего не делать, то вот это можно сделать и за 15 минут. Ну вот в скетчбуке сколько страниц? 20, 40? Вот вы, получается, за 20 дней заполняете скетчбук. Или за 40 дней вы заполняете скетчбук. Главное это делать каждый день. Иногда я делаю работы ещё меньше, чем эти. Иногда у меня вот скетчбук вот такого размера, как я уже говорю, 7 на 10, и я делю страницу на две части, и делаю две махонькие работы. Там по 10 минут каждая. Вот так и получается, что в принципе раз в месяц я беру новый скетчбук. Вот теперь на эту дорогу можно посмотреть поближе, и посмотрите, сколько отражения даже на тёмной стороне. Вот самая близкая какая-то бордовая машина, и от неё явно падает тёмное отражение. И это не тень, потому что солнце находится с правой стороны, и все эти машины в тени. Отражение всегда идёт по направлению к нам, к наблюдателю. Но я учитываю, конечно, проблемы прошлого рисунка, и делаю это отражение. Не такое большое, не такое яркое, не такое чёрное. И вообще-то работы вот такого маленького формата иногда даже очень сложно делать, потому что оно всё маленькое, надо там что-то аккуратненькое, иногда тоненькой кисточкой вырисовывать. Когда акварель окончена, то в ней всегда видно, когда было много работы. Когда художник там что-то долго выписывал, вырисовывал, это всегда бросается в глаза. И вот мне, например, такие работы не очень нравятся. И когда я делаю работы большого формата, то я стараюсь избегать много, вырисовывать разных деталей. И многое я стараюсь сделать одним мазком. Вот, например, как вырисовывать эти стёкла. Если бы это был большой формат, можно взять плоской кисточкой и просто провести один мазок. А вот в маленькой работе нужно аккуратненько, маленькой кисточкой, чтобы попасть в правильное место. А это, конечно, уже совсем другое впечатление. Но всё равно делать каждый день по одному вот такому наброску, эскизику, как угодно это можно называть, я считаю это очень полезно. Когда я училась, то наш преподаватель вот это называл нашлёпками. И он говорил, что надо делать несколько нашлёпков каждый день. И он имел в виду более быструю работу за 15 минут без вот этой тоненькой кисточки вообще. Может быть, надо попробовать лучше такое, чем вырисовывать. Когда я вырисовываю все эти мелкие детали, то понятно, что я пытаюсь дать этой работе оконченный вид. А может быть, как раз и это не обязательно. Самое сложное, что вот нам всем надо научиться, это ловить хорошие пятна. Воспринимать эти пятна и передавать их на бумагу. Можно сказать, что они абстрактные пятна, но в конце они всё равно сливаются в форму здания, дороги или что мы там ещё рисуем. Я ещё восхищаюсь этой бумаге. Это очень даже недорогой альбом. Самая обыкновенная целлюлозная бумага. Для акварели, правда. И на ней замечательно высыхает акварель. Вот когда особенно надо слабую делать акварель, светлую, лёгкую, то очень хорошо высыхает. Даже там на заднем плане, где у меня смешан зелёный и фиолетовый, там видно пошло пятно, даже это пятно не даёт грязи. И, конечно же, если бы это был хлопок, то не было бы такого перехода между зелёным пятном и фиолетовым. Особенно там дальше, где фиолетовый слабый. Но это всё не страшно, а может, наоборот, даже и лучше, потому что этот зелёный я туда ввела не просто так. Это подмалёвок для будущих пальм. Там посредине дороги идёт такой небольшой тротуарчик, который делит эту дорогу, и оттуда растут пальмы. Там их, я думаю, штук 10. Конечно, все 10 я рисовать не буду, всего несколько. И для этих пальм мне была нужна основа. Вот это зеленоватое пятно на заднем плане. Когда мы делаем акварельную работу, нам надо научиться в голове раскладывать всю эту работу по слоям. Первый слой мы уже знаем, это слабая заливка, которую я называю солнечным слоем, потому что всё, что останется, всё, на что не нанесётся тёмная краска позже, будет солнечной стороной. Вот как это здание башня на заднем плане, чётко видно сейчас, где солнечная сторона. А это как раз и был этот самый первый слой до того, когда я нанесла фиолетовый. И вы видите, как высох этот фиолетовый. Он стал прозрачным, немножко серым, и и вправду выглядит, как тень на заднем плане. Полезно, конечно же, поэкспериментировать и сделать несколько таких работ и делать эту тень, то есть этот второй слой, разным цветом. И вы тогда увидите, что вам больше нравится. Но в любом случае этот цвет или оттенок какого-то цвета должен быть холодный. Знаете, что не должен быть. Если вы хотите заняться чем-то таким экстравагантным, то можно делать его любого цвета и ярко-красным. То есть это уже дело вашей фантазии и что вы хотите сказать этой работой. Может, вы хотите сказать, типа, что плевать мне на все ваши правила, я рисую так, как я рисую. И, как правило, именно такие дерзкие люди и становятся великими художниками, на которых мы все потом равняемся. Но здесь каждому свое. Кому-то, да, надо быть дерзким и знаменитым. И такая жизнь, как правило, сопровождается трагедиями, нервными срывами и определенным стилем жизни. Но кому-то из нас, и, кстати, большинству из нас, подходит как раз протоптанная дорожка следовать уже за кем-то. Например, полистать какую-то книгу и захотеть нарисовать вот так, как в этой книге, и пытаться повторить упражнения с этой книги и рано или поздно дойти до такого уровня, как художник, который написал эту книгу. Большинству из нас как раз приемлемо вот именно такое восприятие и такое изображение того, что мы хотим сделать. этот метод, этот метод, конечно, не принесет нам индивидуальности, не научит нас быть, например, самостоятельным художником. Но, может быть, это как раз и лучше для кого-то. Может, это и лучше для меня, может, лучше для кого-то из вас. Смотря что, мы ценим в этой жизни, смотря что главное для нас в этой жизни. Для меня главное это мое внутреннее спокойствие. Я уже как-то говорила в одном из моих видео, что мой девиз это жизнь без стресса. Конечно же, по мере возможности. Так как жизни без стресса не бывает, ну, хотя бы иметь меньше стресса и не создавать его там, где его можно и не иметь. и вот рисование и тяга к изобразительному искусству, но имеется в виду ваша тяга создавать. Это как раз вот этот участок нашей жизни, который нам не должен приносить стресс. Как часто я раньше видела, когда была возможность заниматься в разных группах или ходить на пленар, и я видела, как люди расстраиваются из-за того, что что-то не получается. Или когда вы сидите в аудитории, в комнате, каждый свое что-то рисует и слышны эти звуки. и вот так три часа подряд. Вот теперь поехали пальмы. Главное это делать быстро, играючи, иначе будет как-то натянуто, когда каждая эта веточка будет вырисована, не будет вот такого ощущения, как быстрая кисть. По крайней мере для меня. Мне просто так больше нравятся вот именно такие пальмы. И мы все равно понимаем, что это пальмы. Так вот, что я говорила, почему люди занимаются чем-то, что не приносит им удовольствия и явно их мучает. Если вы, например, уже решили, что вы будете писать акварелью, научитесь это любить, чтобы это не было мучением, чтобы не было, что если там как-то кисточка не так пошла, то все уже трагедия, это не получается, там краска не так соединяется. Научитесь просто принимать эту акварель так, как есть, так, как пошла эта кисть, так, как пошла эта краска. Пока я здесь с вами рассуждаю, работа подходит к концу, уже, в принципе, все окончено. Решила я в некоторых местах все-таки добавить тень. вот эта одинокая машина, которая едет к нам, белая машина, я сделаю от нее тень, солнце идет справа, значит, тень уходит в левую сторону, и потом светлая машина сразу возле пальмы, там я тоже дам тень. Таким образом эти машины как-то больше подчеркнутся, будут лучше видны. Особенно вот эта машина возле пальмы, там все такое рябое, и она в этом теряется. Так что вот здесь тень как раз в пользу. Я ее наношу. На самом деле, если бы я сделала тень от здания, которое падает и закрывает эти машины, то уже бы никакой тени от машины бы не было. Ну, так как и солнца нет, это ведь теневая сторона. А вот отражение, которое идет к нам по асфальту, как раз было. просто что оно не так ярко выражено из-за того, что это теневая сторона. Я отошла от этой работы на секунд 20-30 освежить глаза. Ну, и потом, когда я вернулась, то я четко вижу, что не хватает темного. Вот здесь внизу темная полоса, она поможет как бы войти в эту работу. Мы пытаемся остановить взгляд наблюдателя, чтобы он не соскользнул с картины вниз. И для этого очень часто в работах внизу делают темные полосы. Когда рисуют воду, когда рисуют натюрморт, когда рисуют ландшафт, очень часто именно внизу проходит какая-то темная полоса, либо тень от чего-то, иногда просто дождик декоративная полоса, но это возвращает нас туда в картину. То есть мы вот так рассматриваем, там задний план, светофоры, пальмы, машинки увидели, посмотрели, что там неправильно с той тенью, с тем отражением, покритиковали, и потом глаза раз с этой картины соскочили вниз и все, больше мы на нее не смотрим. А так эта темная полоса эти глаза остановила и поднимает обратно. И мы начинаем замечать что-то еще, скажем небо. И кстати, в небе было меньше всего работы, и оно вышло, мне кажется, лучше всего. Так что вот такая акварель. Меньше работы, лучше получается. Вообще это для нас для людей. Естественный способ обучения это негатив, то есть искать то, что не нравится. И таким образом чему-то учиться. Это очень распространено. Я даже не считаю это критикой. Это просто стиль запоминания, стиль обучения, стиль самообучения. Мы начинаем с того, что нам не нравится. И мы это отметаем. И сосредотачиваемся на том, что нам нравится. Ну что ж, вот сейчас перед вами эта страница полностью заполнена. Все здесь полностью высохло. Вот так выглядят все эти работы. Я с вами буду на этом прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо за ваши замечательные комментарии, за ваши лайки. Всего вам хорошего. удачи вам в вашем творчестве. До свидания и возвращайтесь на мой канал. До субтитры субтитры